Всем привет! Я снова у себя на кухне. Вы пишете миллион всяких разных комментариев на тему того, что приготовь это, приготовь то, конечно, я все не успеваю. И у меня много командировок, мы редко снимаем, но тем не менее мне хочется с вами поделиться больше, больше, больше тем, что я не готовил, о чем я не рассказывал, какие мысли свои не дарил вам. Так вот, сегодня я подумал, что почему бы нам не приготовить пельмешки. Пельмешки блюдо популярное в России, не только в России, блюдо из теста с фаршем есть, наверное, в любой кухне мира. Но самое удивительное, что мы, как люди, живущие в России, знаем, что пельмени это точно наш русский продукт и наше русское блюдо. История гласит о том, что вначале были кундюмы, до кундюмов были пельняни, которые зашли к нам где-то то ли из монгольских. Мы же были под монголами 200 лет. Откуда-то оттуда зашло, да, все. Кто-то говорит, что нет, это все со Скандинавии к нам пришло. Кто-то говорит, что это все было в Сибири и сибирские пельмени самые популярные там, скажем, в России. Кто-то говорит, что нет, уральские пельмени, даже команда КВН так названа. Ну, в общем, все нагарно. А про китайцы ничего не говоришь. Китайские? По мне, так, пельмени это вообще китайское, что к нам пришло, не? Да, китайские пельмени тоже. У них, кстати, самые традиционные пельмени, как раз таки, это свинина с капустой. То есть, тем самым, это такая уже, это пережитки, так скажем, современности и современной кухни. А просто пельмени обычные, ну да, на Дальнем Востоке, наверное, скорее всего, популярные очень вот эти вот. Я не помню, как они называются. Если вспомните, как они называются, пишите в комментариях. Есть же вот эти вот прям свинины с капустой. У них есть даже название у этих пельменей. Вот я не очень. Но, да ладно, давайте к русским простым, обычным, стандартным пельменям. Все начинается с теста. Вот смотрите, несколько видов теста бывают на молоке, на воде, на том, на сем. Я делаю тесто с использованием сливочного масла. Вот оно мне нравится больше всего. Здесь у меня 350 граммов муки. Я ее отвесил, просеял. Но не для того, чтобы там насытить ее воздухом, как многие это делают. И многие говорят, нужно обязательно в выпечке просеять муку, чтобы насытить ее воздухом. Блин, какой воздух? А что вы говорите, если там есть жидкость? Там, где есть жидкость, там не бывает воздуха. Если вы делаете бисквит, да, то воздух затягивайте за счет яиц. Когда говорят, просеивать муку нужно для того, чтобы ее насытить воздухом. Да что за чушь собачья? Муку нужно просеивать только лишь для того, чтобы определить, есть какие-нибудь червячки, личинки и мушки в вашей муке или нет. Потому что есть вот эта муль мучная, которая зарывается туда. И вы так сразу ее не определите. А когда просеиваете, обнаруживаете, о, есть, выкидываете. Ну и, как правило, либо эту муку нужно сразу же всю просеять от всяких этих самых личиночек и замесить на ней тесто, использовать. Либо нужно ее выкинуть, чтобы вот эти вот жучки не размножались и не переходили на другие пакеты. У меня чистая мука, все. Все, я сюда отправляю 175, ну то есть 350, половина воды, 175. Соль. Щепотка соли. Тут, вы знаете, я люблю прям хорошенько посолить тесто, потому что с фаршем у нас не всегда удается по соли все угадать верно. Да, нужно же его пробовать, не все согласны, говорят. Да, ну, что это такое, фарш пробовать я не буду. Яйцо одно я сюда добавил. Соли так прилично. И начинаю перемешивать. Тесто начинает соединяться. И вот теперь я сюда добавляю 35 граммов сливочного масла. Я его просто растопил, не оттапливал, это не топленое там вместе с пахтой и со всеми пирогами, что там у нас остается. Из чего это масло сделано, все, в общем, я отправляю в тесто. Из-за масла тесто становится вкуснее. Много масла нельзя, иначе оно будет очень жирным. Его будет очень тяжело склеить. Но небольшое количество сливочного масла делает его нежнее. У меня в одном из рестиков по этому рецепту есть пельмени. И вот как раз в технологической карте значится тесто нежное. Потому что оно реально, вот вы потом, оно такое же нежное, в общем, как и все любое другое тесто на ощупь. Но по вкусу, вот вы, конечно, когда сделаете, попробуете, поймете, что в чем нежность. Во вкусе. Значит, никогда не бойтесь, если вдруг вы понимаете, что у вас там тесто прилипает к рукам, или что-то то, что-то не то. Потому что вы всегда можете добавить муки. Вот когда у вас тесто получилось жестковатым... А куда я делал муку? Я еще убрал, думаю, на припыл надо оставить. И где? Да где-где. В Караганде. Там. Значит, если вы видите, что она чуть-чуть прилипает к рукам, вот прям немножечко ее припылите. И все, нам сейчас крутое тесто замешивать ни в коем случае нельзя. Нам нужно всего лишь сделать так, чтобы тесто было очень мягким и эластичным. Потому что пельмени требуют клейкости. Да, кто-то там, например, делает пельмени, вернее, тесто, ну вот, к разным видам пельменей, да, например, хинкали, вымешивают очень твердое тесто. Но и вы видите, что там защип совершенно другой. Если мы говорим о тонких маленьких пельменях или о, знаете, косичках еще плетут, я считаю, что пельменное тесто должно быть очень-очень мягкое для того, чтобы с ним можно было с легкостью работать. Мама моя делала всегда вот таким образом. Она делала все это на глаз. Как, в общем, и все люди, которые жили чуть раньше, в советское время, мы жили в деревне. Какие весы? Просто взяли, накидали, все было по ощущениям. То есть тесто должно быть мягкое, и у каждой хозяйки оно было свое. Почему? Потому что мягкость в руках. У кого-то грубые руки, у кого-то более нежные руки, и мягкость теста по-разному чувствуется. Почему говорят пекари и люди, которые работают с тестом, у них очень нежные руки? Конечно, будут нежные, потому что ты все время работаешь, во-первых, с тестом, тебе нужно его ощущать. А потом, это же все-таки не грубая работа, а такая гламурная. Вот смотрите, я сделал тесто. Тесто очень нежное. Видите, оно такое прям. Значит, оно пока что вот рвется, когда мы его тянем. Кликовина еще не разошлась и не сделала его однородным. Это очень важно. Что нужно сделать перед тем, как отправить его в холодильник? Его нужно слегка припылить мукой, прям обвалять. Для того, чтобы он не прилипал к пакету или к пленке. Значит, я предпочитаю тесто всегда складывать в пакеты. Так удобнее его хранить. Завязывать не нужно. Просто складываем и оставляем его в холодильнике на 30 минут. Почему в холодильнике? Я очень часто оставляю, ну вот если я делаю, например, тесто для пасты, и оно такое грубое, плотное, мощное, я его оставляю всегда при комнатной температуре и считаю, что клейковина при комнатной температуре завязывается быстрее. Но, вы знаете, есть очень много всяких таких факторов в мире гастрономии, что там доказать сложно. Надо в холодильник отправлять, не надо. Для начинки я взял 400 граммов фарша. Фарш домашний, купленный в магазине. Смесь говядины плюс свинины. То есть, если вы хотите, если у вас полно времени, вы можете сделать сами, 50 на 50. Берите свиную шею пожирнее, чтобы фарш был посочнее. Я спассировал хорошенечко лук. Именно не жарил, а пассировал на сливочном масле. Здесь у меня стебельки петрушки, чтобы никто не говорил, что кинза, еще что-то. Я бы сюда, конечно, разной зелени бы напихал, именно стебельков. Но всеми любимая, всеми народами любимая петрушка, ненавистная поварами, потому что она не имеет ни вкуса, ни запаха. Ну вот, короче, если вы хотите добавить травы, то можете добавить просто петрушки. Толку никакого, но зато вроде бы как там зелень и что-то происходит. Я считаю, что если лук пережаривать, тогда от него может быть изжога, если там черные вкрапления какие-то, да, получились. Если лук не варить и не жарить вообще, то тогда он на каком-то этапе отдает кислоту. Кто-то это чувствует, кто-то это чувствует, кто-то не чувствует. Наверняка многие из вас делают и не обжаривают лук, делают сырым луком пельмени. Напишите, пожалуйста, в комментариях, ну, каково ваше мнение, пробовали ли вы готовить так и так, ну и какую разницу вы ощутили или какую-то опыту вы приобрели, исходя из вот этих соображений. А может быть, кто-то вообще не парится и делает то так, то эдак, то хлеб добавляет, то не добавляет, кто у кого остались огрызки, ошметки, все в фарш перерубил, в пельмешки закрутил и так далее. Пишите, в общем, в комментах, не забывайте. Значит, листья петрушки. Теперь, конечно, они дадут немножко аромата скошенного газона. Знаете, когда лето, в городах косят газоны, такой вот аромат петрушки. Значит, потом обязательно, ну, обязательно в моем случае, в вашем, может, и не обязательно, чили перчик. Я вообще люблю поострее. Хотите, можете добавить сухой. У меня в холодильнике валялся мокрый, как я его называю. То есть свежий. И, соответственно, давайте добавим его. Я люблю всегда острый перчик вот внутри пельмешек. У меня была мысль вообще приготовить какие-нибудь с имбирем, с зеленым луком, там, знаете, со всякими штуками такими азиатскими, с куджутным маслом. Но я решил, что я буду готовить русские пельмени только с маленьким моим личным акцентом. То есть чили перец это вполне себе наш понятный ингредиент. Добавлять его нужно аккуратно, чтобы не были пельмени острыми. Дальше соевый соус. Буквально здесь, наверное, одну чайную ложку, ой, одну столовую ложку наливайте. Он нам нужен не для того, чтобы посолить. В десятый раз повторяю. Соевый соус не создан для того, чтобы посолить блюдо. Он создан для вкусового ощущения. Для вкусовой, как вкусовая добавка. Для того, чтобы сделать блюдо вкуснее, а не соленее. Поэтому черный перец я добавляю сюда же. Перца я кладу много. Я каждый раз говорю об этом, что мне нравится, когда фарш перченый. Соль. Теперь нужно обязательно перчаточку. Черную, рыжную, красную. Кому какая нравится. А значит, чего я не сделал? Я не добавил сюда, правильно, чеснока. Это одна редкость, одно из самых редких блюд, когда я не добавляю чеснок. Кто смотрел мои предыдущие ролики про котлеты и так далее, я там говорил об этом и не устою повторять, что чеснок в фарш лучше не добавлять, потому что он может спровоцировать изжогу или там лишнюю какую-то отрыжку или еще что-то. Многие люди именно поэтому не едят ни лук, ни чеснок, потому что считают, что вот у них там начинаются какие-то активности в желудке и потом все это превращается в неправильное дыхание. Но хочу вам сказать, что все равно русская кухня строится на луке и на чесноке, поэтому этот ингредиент по вашему желанию вы можете добавить сюда, можете добавить фрикадельки, можете добавить куда угодно. Фарш нужно хорошенько размешать. Не нужно из него делать люля-кебаб, вымешивать до ниток, до состояния выделения белка там и склеивания, это не нужно. У меня есть один знакомый, у которого есть, у меня есть знакомый, а у него есть производство пельменей. И вот они там все замороченные ребята, очень делают какие-то там, ну скажем, не из краба самые дорогие, но ценник высокий, потому что мясо натуральное, ингредиенты натуральные, все делают из живого сырья. Так вот я у него когда был на производстве, он говорит, ты знаешь, когда будешь делать пельмени, типа сильно много воды не добавляй, потому что если ты добавляешь много воды в пельмени для того, чтобы они стали сочные, или так делают, значит, некоторые, замещая, скажем, фарш по весу, да, получается, в воду добавляешь, раз, вес фарша увеличивается. Вмешиваю это хорошенечко туда. Короче, если много воды в пельменях, потом при заморозке они начинают, вода расширяется и рвет тесто. Тесто-то у нас замораживается, и, соответственно, имеет плотную текстуру, плотную пленку, а вода начинает расширяться и лопается тесто. Это очень часто видно у замороженных хинкалей, потому что в хинкале льют много воды. Так вот, на производствах замороженных хинкалей, как правило, льют без воды, чтобы они дольше хранились. Вот, поэтому имейте это в виду. Значит, все, фарш у меня готов. Пахнет он великолепно. Я его оставляю в холодильничке для того, чтобы он постоял минут 20, остыл. Немножко, знаете, я обжаривал лук на сливочном масле, чтобы масло немножко схватилось. Сейчас фарш у меня довольно жирный, здесь видно, что много свинины. Видите, он такой прям белесый. И пусть это все немножко остынет, знаете, как бы соберется, тогда удобнее будет формировать. Так, ну что, тесто остыло. Я пока пакет не выбрасываю. Смотрите, видите, оно даже стало другим, каким-то эластичным. Оно перестало рваться. При всем при этом оно очень-очень нежное. Оно будет хорошо клеиться. Во-вторых, как я сказал, мы же все равно припыляем каким-то образом. Но без муки все равно у нас, нам не удастся раскатать его и так далее. Значит, что касательно, я вам, знаете, что хотел рассказать? О, побеседовать на тему покупных пельменей. Ну вот, вы там продаются в магазинах, да? Вы когда-нибудь обращались, сколько стоит мясо? Ну, даже если самая дешевая, если самая стрёмная, выращенная на антибиотиках свинина, которая стоит 200 рублей килограмм, которую есть нельзя, плюс лук, плюс мука, плюс рабочая сила, то есть кто-то же их делает, плюс соль, перец, это все же стоит денег. Как килограмм пельменей может стоить 200 рублей, если у него себестоимость только 280 примерно? Как это может быть? Вот задайтесь себе вопросом, какое количество там бумаги или каких-либо еще ингредиентов идет в состав, меня это всегда ужасает. И когда я вижу пельмени по 500-600 рублей, я спрашиваю себя, ооо, цена подходящая для меня, но достаточно ли они хороши? Не обманывает ли нас производитель? Скалки у меня как не было, да и нет, в общем, нет надобности ее приобретать отдельно, настолько место занимает. У вас же все равно есть пленка дома, поэтому используйте пленку, ничего страшного в этом нет. Аккуратно мукой, аккуратно очень. Тесто нежное, дайте ему возможность побыть хотя бы какое-то время таким. Значит, желательно раскатать потоньше, но учтите, вам нужно попробовать в любом случае сделать хотя бы один пельмень, потому что если вдруг вы поймете, что вы не справляетесь с этим тестом, оно слишком нежное для вас, то, значит, его нужно замесить еще разок и раскатать более толстыми кусочками. Значит, банка у меня тут была, но у нее не очень острый край, в общем, желательно, если вы кайфуете по пельменям и хотите и делайте их, это если это ваша семейная традиция, купите просто кольца, металлические кольца в магазине, салатные там и так далее. Значит, вырезаем вот такие вот шарики, кругляшочки. Пельмешки небольшие, в зависимости от ваших пожеланий и ваших, как бы это правильно сказать, традиций в семье. Значит, кто-то любит, наоборот, огромные пельмени, и говорит, жена, что ты мне там налепила, дюжбары какой-то, давай нормальные пельмени мне, чтобы в ложку один только помещался. Обычно я это делаю обратной стороны ложки. То есть, какое-то количество фарша, все равно нужно примериться, примерно понять, сколько, значит, кружочки я разделяю. Кладу сюда мясо и, соответственно, затягиваю, закрываю пельмешек так, чтобы тесто слепилось. Когда у вас тесто мягкое, нежное, тогда вы его чувствуете. Значит, нужно пройтись еще разочек по бокам для того, чтобы сделать красивую форму, красивую юбочку для пельменя. Ну и, соответственно, вот он, с этой стороны такой, с этой стороны мясо просвечивает, потому что тесто тонкое и нежное. На доску нужно посыпать как можно больше муки в то место, куда вы будете складывать пельмени. Обязательно, мука не дает прилипнуть. Ну что я вот вам рассказываю? Это какой-то бред. Вот мне, я размышляю, все время, в течение нашего ролика, и думаю, а есть, интересно, кто-нибудь из моих подписчиков, кто вообще никогда не делал пельмени? Мне вот даже интересно стало, какое количество людей, такие, типа, да, ты круто делаешь пельмени, но мы этого не делали никогда. Пишите, пожалуйста. Значит, есть некое поверье, легенда, или как бы это можно было назвать, сказание, о том, что в Сибири, как только наступают морозы, собираются там 2-3 семьи и начинают лепить пельмени, которые потом мешками хранят в сенях, ну, потому что температура там минус 30, и, в общем, они там, ну, заготовка на зиму. Честно признаться, у нас в семье такого не было, хотя, может быть, это интересная очень идея, хотя, наверняка, у кого-то и существовали такие традиции. Скорее всего, вы знаете, вот, чем глубже мы обращаемся к, в нашим временам или к нашей истории, тем больше мы видим и понимаем, что наши предки очень дружны были, ходили друг к другу в гости, а мы вот уже, скажем, не так часто ходим в гости к своим соседям, если ходим в гости, то только к своим друзьям, с кем мы общаемся активно, не очень стараемся развивать свои дружеские отношения, семейные, все это очень, конечно, удручает. Я помню, как в связи с холодами мы всегда резали птицу, ну, то есть весной вылупляются яйца, летом цыплята бегают по двору, там или по огороду, собирают всяких червячков, паучков, зернышко клюют для того, чтобы им набраться силы вырасти, а осенью, как только выпал первый снег, раз, сразу они все под нож и превращаются в тушки, которые как раз таки вот и лежат в сенях, там в полиэтилене, в мешках. У меня был отдельный пенек, на котором там он маленький, с маленьким топориком, где мы с папкой тюк, в снег, тюк, как вспомню сейчас, блин, так я живодер оказывается, ужас какой, но при всем при этом, вот этот опыт, знаете, деревенской жизни, он, его ведь не пропьешь никогда, потому что и вкус деревенской еды, он иной, и те моменты, когда ты косишь сено для того, чтобы прокормить коров, и вместе с отцом вдвоем мы реально фигачили на корову, теленка, двух лошадей, там, ну, остатки, понятно, там и свиньям, и всем помаленечку достается вкусного сена, но это был целый труд, и косили мы прям шик, для меня литовочка была, первая моя была шестерочка, ну, 60 сантиметров длина косья, потом у меня была восьмерочка, и уже в 14 лет, то есть, когда я немножко возмужал и научился нормально косить и держать косу в руках у меня была уже десяточка это метр то есть вот десяточка значит кто не знает позволяет делать прокос три метра то есть три метра реально вот такой прокос у тебя я помню что я в 14 лет реально ну вот это конечно в какой-то мере хвастовство но например я первым шел в линейке потому что у меня хватало сил уходить немножко вперед от всех остальных кто идет за мной чаще всего конечно уже там в наше время вот там где жил в деревушке под красноярском уже народ там помаленьку спивался как раз после перестройки так далее то есть честно признаюсь мы на покос брали людей в найм по найму до за выпить и за еду ну вот так было у нас и как правило эти люди то они такие бухающие пьющие и у них всегда на утро сил нету они прямо все потеют в 5 утра коси коса пока роса пока трава влажная нужно косить процесс как происходит там с 5 до 6 30 идет сенокос пока солнце не встала роса сыр и длинну смысле сапоги резиновые дальше как только солнце встало пауза пауза чтобы перекусить передохнуть а уже к 8 часам начинается солнце и ветерок подсушивают то сено который ты косил вчера и уже можно его собирать ну может не вчерашний позавчерашняя но тем не менее вот там такой процесс там так настраивается что ты его косишь собираешь косишь собираешь косишь собираешь кто-то заснул то ё-моё я рассказываю тут про сибирскую сельскую жизнь пельмени уже почти готовы с вами были сказки дедушки вася значит смысл в чем смысл в тонком и нежном тесте вот это в пельменях на мой взгляд самое главное ну что в одном рестике однажды я беседую значит владельцем и он мне говорит слушай у нас пельмени плохо продаются я могу рюдо давай попросим пусть кухня сварит пельмени мы их поедим и поймем что не так сварили нам значит кухня нам сварила пельмешков все первый пельмени беру и говорю слушай чувак но вот ты как бы любишь тесто он говорит но в хачапурик да в пельменях вареное тесто особо не кайфую от него я говорю так тесто толстая фарша мало ты ешь не пельмени ты ешь муку с какой-то фигней оказалось что ну вот как бы повар торопится там кто лепит и такой как попало раз тесто нежное у него ай лень ему значит ему надо быстрее все это сделать и он торопится такой а сделаю потолще так удобнее лепить что там буду там притормаживать аккуратно относиться к пельменям их уже можно не аккуратно сделать но тесто просто потолще и вот это потолще тесто она не дает возможности человеку кайфануть а пельмени это же все-таки мясо значит мы повара этого попросили говорим давайте давай чувак делай нам пельмени из тонкого теста он говорит так это же нормальная тонко мы ему говорим не давай тесто тащи здесь я ему показал значит толщину теста я говорю вот такие должны быть прозрачные и дальше беседуем значит а потом слышу где-то разговор так он говорит ее мое если тесто сейчас будет тонкая их покупать будут лучше это меня заставит короче их лепить больше я чуть не херил я думаю вот это да блин чувак зачем ты работаешь еще в рестике то есть ты лепишь чтобы вот покупали две порции нормально я кайфую и знаете какие самые вкусные пельмени в мире не зависит от фарша ну конечно чтобы потоньше тесто было так вот самые вкусные пельмени в мире это те которые будут сварены сейчас пока они еще не заморожены значит что у меня здесь лавровый лист через набросали короче туда чё есть там у меня ведь пока есть какая-то ерунда грибы и тут чё в общем все сюда черный перец обязательно молотый я добавляю соль там есть я когда варю пельмени я немножко добавляю сюда растительного масла ну там дешевая обычная не надо оливковая там как тарты ли не варят значит и вот сюда отправляем в кипящую воду прибавляем огонь для того чтобы пельмешки не прилипали ко дну и помешивайте ведь они должны немножко как бы двигаться по кругу вы тогда понимаете что ни одна пельмешка не пристала ко дну потому что бывает на индукционных плитах температура донышко идет сильная пельмешка может прилипнуть даже пригореть всплыли наверх ну сколько там три-четыре-пять минут кто любит у кого тесто грубо получается и плотная но там можно и 10 минут варить для это варка вот маленький кусочек мяса варится довольно быстро там две минуты нужно сварить тесто чтобы тесто было не сырое вот тогда когда будет тесто в меру сваренная не недоваренная не переваренная тогда и фарш будет там хорош сам по себе и сочный и тогда знаете когда долго варишь вода закипает опять же вот если вы делаете например сейчас для себя на сегодня на завтра воду добавили фарш сочный вода внутри закипает пар начинает распирать и рвет пельмень так тоже нельзя делать варите аккуратно на немаленьком огне следите они вы посмотрите какой цвет у теста оно должно стать и прозрачным свариться полностью или наоборот белесым в зависимости от муки в общем следите за этим нет у меня конкретных рекомендаций здесь нужно будет как бы по ощущениям жить пельмени это ощущение это блюдо от сердца блюдо из сибири есть еще хочу совершенно смешной и удивительный факт из жизни пельменей значит однажды в ресторане я его и даже не однажды в ресторане вру я раза три или четыре значит приходишь из страны горишь а можно мне пельмени да можно а можно мне с бульоном да можно приносит пробуешь бульон такой типа блин зовешь официантку говоришь а вы чего его сварили на воде да а чё это бульон это вода до бульон это вода в котором варились пельмени я говорю то есть вот как бы вода со вкусом вареной муки это бульон и на меня всегда смотрят как на дебила мол типа чувак ну да вот у нас так принято кем принято я не знаю я знаю точно что в рейсе как всегда есть куриный бульон как базовая составляющая и и уважающийся ресторан должен быть налить этого куриного бульона переспросить и так далее но вот это вот какая-то где где вкусовая деградация серии давай обманем потребителя но у нас так как бы вода то есть вы воду продаете да но мы вот как бы вас заводу с вас денег не берем но вот это бульон это вода но это вообще издевательство какой-то и реально это значит первый первый раз взбесился потом я понял что это какая-то тенденция в регионах особенно в регионах и всегда говорю а можете позвать мне шеф-поваров с ним договариваюсь такая тоже штука бывает значит но а когда у вас здесь есть и лучок перчик грибы и все такое можно слегка добавить жидкости я то например вообще очень люблю пельмени с бульоном с настоящей с куриным с говяжьим и так далее нужно сюда отправить кусок сливочного масла помните наши русские российские городские пельменные где где всегда спрашивали вам пельмешки с маслом или с уксусом для меня всегда это было немножко дико если бы я не был рожден в ссср значит и иногда когда вот прям очень очень хочется когда я вспоминаю свое советское детство не побоюсь этого слова мне иногда хочется вот добавить несколько капель уксуса в пельмешки вместе с маслом и масло и уксус все это вместе создает определенный шарм для эти для этого блюда не знаю да да вот оно именно такое ну а самое так сказать важное на моей кухне это пробование вы честно признаться меня меня уже приучили к тому чтобы я пробовал потому что не знаю зачем вам это надо но это блин интересно вывод очень простой и быстрый мне хватило одного пельмени для того чтобы его сделать это простое русское блюдо но если вы капельку внимание посвятите ему когда будете делать внимание тесту нежнейшему внимание вкусному фаршу тогда казалось бы вот эти вот 10 11 пельменей для вас станут произведением искусства они откроют вам весь мир блин гастрономического удовольствия это просто невероятно я реально давно не ел пельмени которые я делал сам руками своими это фантастика это просто тысячу раз фантастика все друзья пока мне нужно доедать пельмени вам хотелось бы чтобы вы написали какой-нибудь комментик понравилось не понравилось обязательно подписывайтесь обязательно ставьте лайки и не забывайте репосты